Так, ну что, готовы? Всем привет, компания МЗАП, меня зовут Михаил. К нам приехал Спортаж 2014 года с двигателем двухлитровым G4NA, уже рестайлинговый. Хозяин жалуется на цокот в двигателе. Мы сейчас завели его, послушали. Есть подозрение, что это компенсаторы, просто звук компенсаторов. Но мы еще хотим произвести эндоскоп. Мы сейчас выкрутим свечи, естественно, катушки снимем, выкрутим свечи, посмотрим камерой, что творится у нас на 30. Чтобы быть уверенны, что это не звук поршней, а именно гидрики. Ну что, давайте начнем. Машине 38 тысяч пробега. Это жесть. Я уже сказал, Ладос, ты пропустил. Пойдем сейчас за эндоскопом. Посмотрим, что здесь творится. Как нам говорит Витя, культура ремонта. Культура, ага. 38, он, блядь, уже разваливаться начинает. Это ненормально, блядь. Есть, но еще незначительный. Вообще, только-только, там где-то вдалеке. Это у нас второй. Это у нас второй. Теперь в третий. Это у нас третий. Первый. Четвертый. Ну, блядь, есть он чуть-чуть. Ну, нет, серьезно, но это не тот звук. Ее новую звезда, она такой же будет. Четвертый тоже нормально. Ой, первый. И четвертый. Это тоже будет нормальный. Да нет, он, нету. Так, жадиров нету. Это уже радует. Значит, все-таки гидрики. Ну что? Выключаем все это. Так, снимаем колесо. Снимаем защиту боковую. Все, стой, блядь, не бити меня. Так, сняли мы боковую защиту. А, сальник медь надо. 38 тысяч пробега, ребят. Он уже разваливается. Вот, видишь, как сядет, где заглушка. Да, да, да. Так, ладно. Едем обратно вниз. Так, снимаем, короче, клапанную крышку. Потом снимаем приводной ремень, потому что нам надо будет снять щеки в колено. Выставляем метки. А дальше вы увидите. Сука, приклеился. Приклеился. Долбанная прокладка. Мотор чистенький внутри. Ля, почти по меткам стал. Реально. Прикинь. На зуб, смотри. На два. На один. Ну, на два. На один. Как на два? Ну, там один, и там один. Видишь, прям рядом. И там, и там. На один звено, на два зуба. Да, сальничек желательно поменять. Давай попробуем банально вот с одним, вот с этим. А как он тебе повернется? А с чего бы ему не повернется. Так, ну что, теперь момент истины, да? Так, Косик. Так, ну, как он впрыгивал, и там, навязку поупрыгивал. Ну, задний чехол суветий. Надо, чтобы все эти люди выдержали. А нам не надо, чтобы он выпрыгивал. Нам надо придержать, чтобы у нас потихонечку... Вот, как я и вдавливал. Так. Да. Прямо, так, да? Да. Сейчас, 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 сейчас. Не вижу. Делаем, блядь. Ух, блядь, не в дыру, тут щупа. Так, это у нас третий. Так, а ну... Ты болт нашел? Вон он лежит, ты хуй с ним. Он, я... Убирай правую руку. Ну-ка, так. То есть, ну-ка, приотпускай. Так, приотпускай. Нам теперь как-то надо вот эту всю хуйню поднять. Ну-ка, ну стоп, придержи вот эту шестерню. Там шестерню. Ну-ка. Ага, нет, нихуя. Вот эту держи шестерню. Это у нас первая будет сниматься. Блядь, теперь цепь не дает. Все у нас заебись. Я говорю, цепь нам. Нам не дают цепь, нужно цепь. Что-то сделать цепь. Блядь, что-то. Опа. Ебалый. Стой. Попробуй к моторному щиту чуть-чуть. Ну, к моторному, на себя. Да, ты, миша, да? От себя. Нет, от себя? Сука, я. Давай в накалку от себя она должна прийти. Нет. Нет, в накалку от себя туда, к моторному щиту. Ну и что, мы сейчас прокрутим его. Видишь, он крутится. На, чуть-чуть прям, не хватает. А ну-ка, отпусти отвертку пока. Что произошло? Теперь пытаемся снимать рокера с гидриками. Мы чуть-чуть обманули систему. Нет, эти целые пока. Эти пока целые. Ты видишь вот эту длину, Италь, с полостью? Угу. Видно, что он ходит или нет? Несколько-чуть, да. Ну вот. Потому что у него звук был незначительный у этого мотора. Просто, как говорится, с этим звуком ездить можно было, но хозяин решил поменять. Их вот таких вот парочка только и все. Все мы разобрали, сняли. Получается, если так, вот один, вот один сильно, ну как сказать, и то это еще не сильно продавливается. Как говорится, он еле-еле. По сравнению со всеми остальными, вот он один, шестнадцатый. И то я бы тоже не сказал, что он прям сильно. И звук там тоже был не сильный на самом деле. Ну, человек решил заморочиться. Так что, сейчас ждем новые гидрики. Ну что, вот они, наши гидрики. Смотрите. То, что мы демонстировали, мы их несколько раз... Еще, Виталь, покажи. Вот они все лежат в гидрики. Получается, из всех шестнадцати, это один, который прям, ну, сильно болтался. И вот он еще. Раз, два, три. Ну, и это четвертый. Вот четыре гидрика. Сейчас будем у менять четыре гидрика. Получается, они, получается, стояли в третьем. И, да, два из них в третьем выпуске. И один в третьем, и один в четвертом выпуске были на клапанах. Сейчас ставим их. Ну, все это, естественно, промываем, учащаем, продуваем. И собираем все это в обратном порядке. Вот он их номер. Сразу будет замененный у нас сальник коленвала передней. Потому что он у нас запотевал, пока уже там у нас все разобрано. Ну, и, естественно, прокладка клапанной крышки. Так, ну, что, вот они наши, это четыре, те, которые новые были. Оставляем их. Мы их оставим в третьем полностью цилиндре. Они будут у нас стоять по третьему цилиндру новые. Все мы обратно поставили. Гидрики, ротера все поставили. Если вам видно, и, смотрите, ротера. Поднимем, гидрики снять. Все шестанцы, все выставлено. Теперь надо прикрутить распредвал обратно. Теперь все, как прикрутить, все смажем. То, что мы здесь все вымывали. Чтобы на сухую у нас не терлась и первоначальные обороты. Надо все смазать маслицем. Так. Все. Теперь вставляем все обратно. Так, сейчас чуть подтянем. Потом затянем по моментам. Переходим к низу. Закручиваем нашу заглушку, которая нам не понадобилась. Непонятно, зачем они их сделали. Так. Ну вот. Закрутили заглушку. Сальник обсадили. Все на месте. Сейчас ставим шкиф коленвала. Затягиваем его тоже. Так. Здесь у нас по метке выставлено. Теперь опускаем ее вниз. Смотрим метки нашли. У нас метки. В коленвал метки. Распредвалы вот тоже в метке стоят. Друг напротив друга. Видно? Вот они брюхи против друга. Все четненько. Так. Сейчас затянем этот шкиф и прокрутим два оборота коленвала. У нас оборот сделают распредвалы. И заодно еще раз проверим метки. Затянули мы шкиф. Делаем два оборота коленвала. У нас свечей нету. У нас все легко крутится. Теперь выставляем метку. Все. Смотрите. Не знаю, будет вам видно или нет. Вот здесь есть прорезь. Вот она отливка. Это верхняя точка... О, верхняя. Первый цилиндр в верхнем положении. К примеру, это точка. И вот там метка. И вот они. Два распредвала у нас тоже у метки. Друг напротив друга смотрят. Видно? Так что с метками мы угадали. Точнее, как сказать, угадали. У нас цепь никуда не перескочила. Ни на коленвале, ни на двух распредвалах. Так что теперь мы ставим обратно приводной ремень. Перекручиваем подушку. Потому что мы чуть опускали, чтобы мотор опустить. Чтобы удобнее было долезть до самого болта шкива коленвала. И, в принципе, ставим клапанную крышку. Вкручиваем, естественно, свечи обратно. И будем запускать его. Ну что, все. Ставим клапанную крышку. Поставили ремень. Собрали защиту. Все обратно. Ставим крышку. Крышка у нас отмытая. Тоже новый. Мое прокладное колечко. На соединениях мажем герметиком. Вкручиваем свечи. Вкручиваем свечи. Если выставляете их пальцем, опускайте их до конца. Чтоб они у вас не падали. Значит, когда они падают, изменяется зазор. Тогда у вас могут быть пропуски. Это жигание. Так, ну что. Все мы скульпили обратно. Проверяем уровень масла, на всякий случай. Уровень есть. Сейчас будем мы его запускать. Ну что, смотрите. Все мы запустили его. Все у нас гидрики прокачались. Вот он стоит, ровно работает. Полностью все ровно. Как всегда слышно рампу топливную. А так вот больше звуков нет. Может, хозяин просто придирается. Но, честно скажу, я особо там, прям, чтобы конкретно убитый хидрик был, я не видел, честно вам скажу. Ну, хозяин захотел, захотел. Нам чувствует. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok